Вот, я хотел порассуждать про историю философии. Я как-то уже уперся в построении системы до... Уперся, не совсем понятно, что память, воображение, какие-то трудности остались, но... Несколько небольших проблем, не совсем понятно. Дальше надо заниматься поведением, на самом деле, страстями, поведением. Но как этим заниматься, я не знаю. Поэтому я решил посмотреть... Ну, просто порассуждать про историю философии. С чего начинается вообще философия? С развлечения чувственной и мыслящей формы. Пока нет этого развлечения, нет рефлексии. Это у Гигеля зафиксировано в феноменологии духа. Позиция «мы», то есть мыслящая форма, и чувственная форма. Пока нет этой разницы, нет рефлексии, значит, вообще невозможно философствовать. И значит, фалес различает, раз у нас философствует, значит, она различает мысльную и чувственную форму. Мыслящая форма, согласно Гигелю, в опыте, в чувственном опыте, различает две стороны – это и этот. Причем это имеет некоторый вид, скажем, ночью. Это первоначально, пока она не сменилась в тёп, она, может быть, не имеет вида ночью, но, во-вторых, это, в общем, нечто определённое, зафиксированное, то есть имеющее пределы. То это в Гигеля имеет пределы. Потому что Гигель вообще рефлексирует чувственную форму, которая сама по определению есть форма, по сути есть форма. То есть она определивается. Как у Гигеля? Сознание отличает от себя нечто, с чем в то же время соотносится. Это значит, что, с одной стороны, предмет внешен сознанию, то есть он отличает себя от него, поэтому предмет внешен, а с другой стороны, предмет дан в чувственной форме, то есть чувственная форма рефлектируется. И поскольку рефлектируется чувственная форма, постольку предмет получает смысл бытия. И сознание соотносится с предметом, как со смыслом бытия. Отличает от себя нечто, то есть нечто внешнее, и в то же время соотносится с ним, постольку, поскольку придает ему смысл бытия, а смысл бытия придает постольку, поскольку схватывает чувственную форму восприятия. Как фон. Придет получает двоякое определение. Внешности и бытия. Получается утверждение «Ночь есть». Фалес рассуждает иначе. У Фалеса тоже есть развлечение на это и этот. То есть у Фалеса тоже есть Что такое «это»? У Фалеса тоже есть с другой стороны. Но что такое у Фалеса «это»? Это предмет, данные непосредственно. Что рефлектируется в чувствном опыте? Непосредственная данность предмета. А что значит непосредственная данность предмета? Непосредственная данность означает то, где то сущность и существование. Непосредственная данность предмета означает то, где то сущность и существование. Предмет дан непосредственно, значит он дан как неразвлеченность сущность и существование. Что из этого проистекает? Из этого проистекает единственность предмета. Если ночь дана как то, что сущность и существование, то есть только ночь. У Гегеля это сразу определено, у Фалеса это сразу бесконечно. Если тождественна сущность и существование, то есть только эта сущность. Всего остального нет, или оно есть каким-то другим способом. Если ночь дождей на существование, то существует одна ночь и и протекает никакого дня. Рядом не может расположиться никакой день. Ну то есть то, что у Фалеса все есть вода. Ну разумеется. Нет, но проблема мужественности она не отменяется тем самым, что мы говорим о том, что есть одно. Мы поговорим про множественность. Но бесконечность предмета это одна сторона опыта. Так сказать, объективная сторона опыта. Эту. Разумеется, это не единственное, что мы рефлектируем. Но со стороны предмета, со стороны внешности предмета мы констатируем бесконечность предмета. А вода же будет соотнесена с другими стихиями с воздухом, с землей, с огнем. Она сразу соотнесена? Нет. Все есть вода. А остального нет? Остального нет. Так а вода определена если нет других стихий? Нет, бесконечна. Ну достаточно вдуматься в той лицу сущности существует. Другой сущности следовательно. У Анаксимандра я согласен. Действительно там есть некого рода бесконечный предмет и там разговор о том, чем он является, нет. Анаксимандра говорит просто некого рода бесконечный предмет и все. А какой он там? Что это такое? Вода? Какую определенность он имеет? У него этот разговор отсутствует. А у Фалеса все-таки это же вода. В чем отличие Анаксимандра от философии Анаксимандра и философии Фалеса? А так получается, что это вроде одна и та же философии? Одна и та же. На мой взгляд, одна и та же. Конечно, корректнее сказать, что раз нет границ, то... Но я пытаюсь работать с этим понятием непосредственности или тождества сущности существования. Если сущность тождественна существованием, а существование тождественного сущности, то рядом сущность с этой сущностью не может быть ничего другого. Другое дело, повторяю, что это только один момент, который мы рефлектируем. Если было бы все, было бы непонятно, было бы противоречие действительно. А почему вода, если нет границ? Но я и сражаюсь от того, что Фалес уже знает две стороны рефлексии. Это и этот. Вопрос в том, что у Фалеса этот, то есть субъективность. Если существование тождественна одна сущность, потом, кстати говоря, где-то, я уже не помню, где разбирает эмпидокла и говорит, что это нелогично. В основу вложить больше одного предмета неправильно. Потому что в основе мира лежит не существующая, а существовать может быть только одно. Вполне здравое рассуждение. Где-то существует. Если только одна сущность обладает существованием, то остальные сущности существованием не обладают. Что значит сущность, не обладающая существованием? Что значит сущность, которая не обладает существованием? Это сущность, которая существует в соотнесенности с другой сущностью. Есть два вида данности вещей. Сущность ожидательного существования и сущность, соотнесенная с другой сущностью. Это другой способ данности. Нет, просто по сущности все остальные стихии, это просто же и наковение воды. То есть это та же самая вода. Они же не другие уж, они просто другие нам, к окажущимся сущности. А в сути они та же вода. Ну так обычно представляют. Лед, земля, пар, воздух, огонь, я не знаю, как это придумывать. Нет, потому что там надо все, и камни, и землю. Ну это лед, как бы лед. Особо как крепкий лед, камни. Ну так Фалеса действительно представляет, что все и наковение воды. Я бы предложил другой вариант. Другие сущности, только одна сущность ожидается на существовании, другие сущности существуют относительно чего-то иного. Что его ограничивает? И тогда получают определение сущности. Нет, ну странно, что они рядоположны существуют. Понимаете, рядоположность подразумевает равноправие. Почему рядоположна существующая сущность Земля обладает этим недостатком таким? Это же надо объяснить. То есть вода имеет бытие, а Земля нет. Я бы пытаюсь объяснить. Пока скажем, что есть одна сущность ожидается тождественное существованию, и все остальные сущности существуют относительно одна другой. Давайте подумаем, что значит относительно. Что значит, это слово относительно или на фоне. На самом деле это пустое слово. На самом деле существует относительно, значит, что существует в переходе от одной сущности к другую. Конечность предмета означает превращение его в другой предмет и больше ничего. Ага. Да, 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 я не подтвердил. Даже пораньше, пожалуй. То есть живут заимствованным бытием? Заимствуют как бы бытие и отвады? Ну, наверное, можно и так сказать. Но я хочу сказать, что существование рядом – это абсурд. Одно существует на фоне другого, это тоже абсурд. Соотнесенность, конечность или фоновость – это всего лишь переход от одной сущности к другой сущности. Конечность предмета, еще раз, это его превращение в другой предмет. Только в превращении в другой предмет мы понимаем конечность. Что фолеса говорит или подразумевает? Не соотнесенные, ни рядом стоящие, ни на фоне другого, а в превращении в другое. То есть все, кроме воды, существует в превращении одного в другое. Что и утверждается, и подразумевается. Что фолеса осталось всегда очень спорно, но предполагается, что все находится в движении изменений. То есть есть настоящая форма – это вода, то есть та форма, которая существует по сути, а все остальное является только становлением внутри этой формы. Да. И я хочу утверждать, в самом деле самое интересное, что хочу утверждать, я хочу утверждать, что… Что это превращение, этот переход из одной конечной сущности в другую конечную сущность, этот переход является следствием рефлексии чувственной формы. Мысль рефлексирует чувствную форму в том и в том виде, что осознает переход от одной конечной сущности в другой конечной сущности. То есть чувственная форма дана не прямо. Она сама не дана. Сама не дана. Но только через рефлексию ее мы можем понять движение от одной сущности в другую сущность. Это вид, который у фолеса получает «этот», гегеревский «этот». Эта, у фолеса, бесконечная сущность, это только одна сторона дела. А «этот», у фолеса, переход от одной конечной сущности в другую конечную сущность. То есть у нас все движение осуществляет «этот», а на стороне предмета некого рода что у нас? «тасис»? Это что значит? Ну, значит, это «покой». «Покой»? Да. «Предмет бесконечно покоится». Предмет бесконечно покоится, а другая сторона рефлексии чувственного опыта. Первая сторона рефлексии чувственного опыта – предмет бесконечно покоится. Вторая сторона рефлексии чувственного опыта – бесконечное превращение. Того же предмета, фактически? Фактически того же предмета. Потому что вода может существовать и как бесконечный предмет, и как конечный предмет. Здесь нет противоречия. Вода как форма, а все остальное становится этой формой. Да. Только вода удерживается как вода, а все остальное не удерживается. В том числе и сама вода. А вода подразумевается как H2O, какая-то инстракция воды или все-таки настоящая плечащаяся в богейской море? Это трудно сказать. Я говорю только о тождестве сущности и существования. По непосредственной данности предмета. Поэтому та сущность, которая тождество существования, она, конечно, отчасти апиера, отчасти вода, тут трудно сказать. Отчасти абстрактная, отчасти конкретная, да? Ну, просто трудно сказать. Не, у нас раньше же как было? У нас раньше был такой экстатический опыт, что можно было взять определенную конкретную перед тобой плещущуюся воду и возвести ее в бытие. Ну, как-то давно-давно-давно-давно. Так, наверное, и есть. Тождество сущности и существования. Сущности вода не деваются. Они растворяются. Она просто тождественна бытию. И поэтому она единственная. Поэтому форес может даже ближе к кистинике, когда говорит «все вода», чем анаксимандр. Потому что он вернее, точнее выражает это вот состояние неразличенности сущности и существования. Итак, одна сторона рефлексии чувственного опыта – бесконечный покоящийся предмет. Другая сторона рефлексии чувственного опыта – бесконечная смена предметов. Сплошное превращение одного предмета в другой предмет. Ничто не стоит. Вот в этой второй стороне опыта ничто не фиксировано. Все-все время превращается. А поскольку другой стороны опыта является неизменность предмета, то в каком-то смысле можно говорить о том, что все это – инаковость воды. Но это надо делать осторожно, я не уверен, что можно так прямо сказать, что все эти превращения – превращение одной и той же воды. Но две стороны опыта как бы на лицо. И еще раз. Превращение конечных сущностей – это средство рефлексии чувственной формы. Чувственная форма прямо не дана, но ее рефлексия дает нам это вот движение. Совсем не похоже на Гегеля, хотя есть рефлексия и там и тут. Есть два способа понимания. У Гегеля какая-то внешняя необходимость есть. День сменяется и ночью. Это же, как понятно, наступает на волю этого. Я чуть-чуть подвигаюсь, Булат. Ничего? Да-да-да. Сиделся сегодня. Я, кто изображаю бесконечно покручивающуюся воду, то немножко попревращаюсь. Еще раз. Что у Гегеля? У Гегеля бытие конечного предмета очень не похоже. У Гегеля бытие конечного предмета дается рефлексии чувственной формы. Поскольку мы рефлексируем чувственную форму, предмет получает смысл бытие. И мы этим соотносимся как с бытием. То есть бытие – это прямое следствие рефлексии чувства. Но определенность дана иначе. Она дана как-то изначально. Правильно? То есть в самом определении предмета описано понятие определенного. Что он определенный предмет. Этот. Точнее, это. Вот так. Да. И это бытие у Гегеля дается путем рефлексии чувственной формы. А во-вторых, это бытие имеет конечный вид. Вид – это. То есть можно указать. Он еще говорит, что оно имеет… То есть это имеет смысл указания. На его указать нельзя. Да. Определенность примера она имеет. Имеет определенность примера. Да. Вот. Вот он совершенно верно. На этой доске больше никто не рисовал. Как я нарисовал этот судья-предикант, так? А он просто не стирает. Он просто не стирает. Он вечно не стирает. А, а там все, да? Мы ему оставались в компании добавить. Что-то писал. До наскальной живописи. На воду указать нельзя. А это у Гегеля бытие имеет конечный вид. У фолеса все не так. У фолеса рефлексия чувственной формы дает нам превращение предмета. То есть у фолеса что получается? Превращение предмета обосновано. А именно обоснована рефлексия чувственной формы. У Гегеля непонятно, почему после ночи следует полдень. Внешняя необходимость? Да. Просто внешняя необходимость. Так устроен предмет. Вот так он устроен. Что-то сменяет. Одно может сменить другое. Но это вытекает просто из внешности предмета. Раз предмет меньше, то он так же, что самопроизвольно и меняется. У фолеса это обосновано. Рефлексия чувственной формы делает необходимым превращение. Значит, меняется днем вследствие рефлексии чувственной формы. А теперь посмотрим, что получается, когда мысль все-таки рефлектирует чувственную форму как форму. Сначала рефлексия не осознает чувственную форму как форму. Сначала рефлексия не осознает чувственную форму как форму, и следствием осознания или неосознания является превращение. Но если мыслящая рефлектирующая форма осознает чувственность как форму, то мы получаем, что мы получаем? Мы получаем бытие парменида. В таком случае она осознает, если мы чувственную форму осознаем как форму предмета, то есть предмет принимает вид света парменидова. Единственного света. Света парменида это уже не вода фалеса. Парменид же вроде шар. Ну светящий тебя. Нет, просто тут очень важно, что вот эта пространственная характеристика, которая максимально тоже есть, да? Апер, то есть беспредельная. И вот у парменида теперь уже шар, но конечный. Тоже пространственный. А как может быть иначе, если мы осознали чувственную форму как форму? Если мы осознали чувственную форму как форму, то мы получили, разумеется, определенный предмет. То есть был бесконечный, когда не осознавали предмет, а рефлексия состоит в том, что он становится конечным. Объединяются вот эти две ситуации. Да, когда мы не осознавали, мы субъективно имели превращение, а объективно имели… Это тоже важный момент, введёмся в колесу. Вода как бы объективно существует. Она существует. А превращение – это переход от чувственной формы к чувственной форме. Обоснованность воды даётся извне, самой водой. Это вода там где-то на существовании. Обоснованность воды даётся самой водой. А обоснованность превращений даётся сознанием чувственного опыта. Поэтому подразумевается, что вода – это истина, а превращение – это мнение. Превращение, ещё раз, это следствие рефлексии чувства. Это чувство существует, рефлектированное чувство существует в превращении. Поэтому превращение – это мнение, а вода – истина. Вода обосновывается собой, а превращение обосновывается чувством. Теперь, следующим шагом, мы осознали, как бы уничтожаются различия на объективно и субъективно. Есть один опыт. Этот опыт достигается рефлексии чувственной формы как формы. Когда чувственная форма осознаётся как форма предмета, мы имеем конечное, единственное бытие. Когда чувственная форма осознаётся как форма, она осознаётся как форма предмета. И мы имеем единственное конечное бытие, которое не меняется. Ни у фореза, ни у парменида. Чувственная форма не осознаётся как просто этот. У Гегера есть внешнее и «я сам». Но «я сам» как? То есть есть «я» с самого начала. Есть предметы, есть «я». Ни у фореза, ни у парменида «я» нет. И я думаю, они правы. Парменида есть такой намёк на «яш». Там же рассказывается в поэме, что это его какие-то там кони куда-то там. В сопровождении Мойра. Мойра, богинь каких-нибудь куда-то там вознесли на небо. И там рассказ идёт о том, что вот услышь слово истины. Идёт рассказ с лица богини. А вот он как бы применит там, вдохновлённый куда-то там улетевший, вот он это слово слышит. Это просто, на мой взгляд, это просто… Изложение формы, да? Поэзия, да. Просто поэзия. И они, скорее всего, правы, потому что что значит осознание «я» как «я»? То есть формы как формы. Правда, у Геггера форма – это сторона опыта, другой стороной которой является предмет. Но, тем не менее, «я» – форма, взятая как форма, не как форма предмета, а просто как форма. Может быть, это и неправильно. Но не знаю. Во всяком случае, мы фиксируем разницу. В опыте рефлексии. У Гегеля есть «я», у фарменида «я» – нет. Но фарменидовое бытие получается путём рефлексии и чувствованной формы как форма, которая осознаётся как форма предмета, и тем самым получается круглый свет. который, разумеется, не может смениться ночью. Свет у фарменида уже, что тоже важно, свет уже не сущность, а самая явленность. Это уже не вода. То есть, а бытие и сущность различено в фарменида или нет? Или всё-таки мы ещё в параллигме находимся? Не знаю. Самым самым должен сохраняться тоже сущность существования. Куда без него. Но почему-то мне кажется, что свет фарменидов – это не определённая сущность, вода определённая сущность. Просто если это сущность различного существования, другие сущности существования не обладают. Вот и всё. А свет – это сама явленность предмета. Сам факт его существовать. И опять же, явленность здесь вполне уместна, потому что светящийся шар получается путём рефлексии и чувственной формы, как формы. Чувственной формы, как формы. Поэтому мы фиксируем лишь конечность явленного предмета. Чувственно явленного предмета. Конечность чувственного явленного предмета. Ну, параллельменида там тоже… Бытие и мышление. Вроде же у него мыслящая форма есть. Откуда иначе взялось бы то, что бытие и мышление? Можно параллельменидно по-другому разложить. У него как раз уже возникает вроде как мыслящая форма. С точки зрения мысли форма чувства конечность. Но мысли есть и у фалецов, потому что иначе его можно рефлектировать. Но о мысли речь не идёт. Об игре мыслящей и чувственной форме речь не идёт. То есть мысль просто констатирующая инстанция? Да, мы констатируем, что философия начинается вот с развлечения чувственной и мыслящей формы. Мыслящая форма рефлексирует чувственную форму и получаются три модификации. Или две модификации. Одна – вода и превращение, вторая – модификации. Это когда чувственная форма уже осознанна как форма. Она, повторяясь, осознаётся как форма чувственного предмета. Но этот предмет единственный в мире получается. Мне просто можно мыслить бытие как первую мысль, которая отделила себя от чувства. В некотором смысле у нас чувственная форма, мышление и чувство, само чувство, они смешаны. И первая мысль, которая отделилась от чувства – это бытие. Потому что бытие его не почувствует, да, оно там не присутствует никак в нашем опыте. Оно только мыслиться. Это та самая первая мысль, которая является чистой мыслью. Только мыслью. И всё. Ну тогда придётся говорить, на мой взгляд, о тождестве мыслей и чувств. Если это первая мысль, то она всё равно чувственно дана. Потому что, ещё раз, она дана через осознание чувства как формы предмета. То есть, что интересно… Поэтому назвать её мыслью «отличное чувство» никак невозможно. То есть, что интересно, если дальше продолжать логику, то понятно, откуда Платон вырастает. У него помимо одной мысли, мысли о бытии, возникают ещё многие другие мысли. То есть, там, единое, там, и разного рода идеи, и там, и прочее. То есть, как бы, развитие вот этого чистого мышления идёт. И поэтому возникает у него даже вот в софистике, как бы, он там говорит, что мы, как бы, посигнём на наследие Барменика. В некотором смысле там возникнет даже небытие, да, как мысль чистая. Олег Михайлович, ещё раз. Вот чувственная форма, осознанная в качестве формы, даёт тезис Парменида. Это понятно, но это получается что? Что вот это вот шарообразное бытие – это есть историческая форма для «это», а историческая форма у Парменида тогда для «это». Вот что здесь с субъективной стороной выступает? Я думаю, что у Парменида нет уже этого деления, да. Если чувственная форма является формой предмета, то мы уже деление на «это» и «это» утрачиваем. Просто чувственная форма мыслится как форма предмета. Всё. Этот, вообще этот, как я уже сказал, этот был бы «я». Но «я» уже теперь был бы «я». У Фалеса нет. Фалес – это превращение. А здесь, по сути, что эта форма осознанная форма, то это был бы «я». Кстати, у Гераклита, можно предположить, это деление происходит. Но только то, что у Гегеля опять же этот, то есть пустая форма, у Гераклита – ничто. Когда возникает тезис «бытие» есть «небытие». То есть он продолжает рефлексировать чувственную форму как форму предмета и получает два результата. С одной стороны, это бытие, а с другой стороны – ничто – небытие. То есть пустая форма чувств. Как таковая она не существует, но как сторона, раз уже чувственная форма выделена как форма предмета, то она может пристать как ничто, но ни в коем случае не пустой формы. Здесь же Гераклит прав – пустая форма не может мыслиться. Но можно же мыслить некую множественность. То есть форма как множественность. Не множественность разных сущностей, а форма как множественность. Склазь в основание не форма как одно, а форма как множественность. Тогда понятно, откуда берется Гераклита, и тот же самый Эпидокл, откуда берется. У него тоже множественность. То есть изначально и первичная множественность. Та или иная. Любую множество может свести к противоположности. И возникают эти героплитовские или эпидоховские противопоставления, вражда, любовь и прочее. Это просто другое основание, что чувство изначально некая форма множественности, а не форма одного. Ну, в этом утверждении, мне кажется, нет рефлексии, нет собственного философствования. Форма множественности – это просто констатация факта. То есть опыт не меняется. Но опять же, берем… Рефлексия же должна менять опыт, Булац. Я понимаю. Я говорю, а вот Демокрита брать, как его объяснить? У него же, с одной стороны, есть атомы, и они в каком-то смысле похожи на бытие променито. А с другой стороны, их могут. Я не умею это объяснять. Я всего двух философов взял, я бросил строить систему, взял двух философов, первых, и подумал о начале философствования – Фалес и Карменин. Получилось то, что получилось. Это все, что я придумал и хотел вам сегодня рассказать. А как Булинит объясняет тогда, что у него есть второй путь мнения, где ночь и свет, тьма и свет как-то смешан, что-то там… Ну, это как раз путь множества, о котором вы говорите, что одно существует рядом с другим. Нет, ну, раньше у нас как получалось, что вот это и это были разбиты как раз так, что статика некая была на стороне это, а как бы динамика на стороне это. Тут опять есть некая динамика. Есть статика бытие, жирообразная. Карменин как раз отрицает, его аргументация ведь какова. Говорят, что рядом стоят день и ночь. Двуголовые люди утверждают, что рядом стоят день и ночь. Но посмотрите, то есть бытие и небытие. Но посмотрите, ведь они не могут быть рядом, потому что рядом означает превращение. Поэтому переход к ночи или к ничто означает уничтожение. А переход из ночи означает возникновение из ничего. Так вот та вот линия, изначальная Палисовская линия, она просто отрицается, это Парменин, и всё, да? Но это же Палисовская линия, что в каком-то смысле как бы всё в рефлексии, форма, чувственная. Она нам в виде превращения. Она так и остаётся в виде превращения. И да, она нам до сих пор. Да, так с этим трудно спорить. Так оно и есть. Только просто не бесконечный предмет в первом аспекте, а он становится конечным. А здесь превращение точно так же стоит. Мы, на мой взгляд, можем согласиться с опытом Фалеса, потому что действительно в рефлексии мы схватываем две стороны чувственного опыта. С одной стороны, каждый предмет, который мы видим, дан как таковой, то есть являет себя, он сам себя обосновывается. То есть он выступает как тождество сущности существования. Любой предмет, на который мы вращаем взор, он с одной стороны, с одной стороны, постарается бы единство сущности существования, то он непосредственен. В нём мы не видим опосредование, то есть мы не видим этот, не видим себя в нём. Что значит непосредственно? Это значит, что мы в предмете не видим себя, мы не осознаём своё опосредование предмета. Так оно и есть, по-видимому. Мы, воспринимая предмет, не осознаём, что опосредуем его он дан. Не пока, кстати, у нас был семинар, мы долго это обсуждали, эту идею непосредственности всякого опыта. Всякий опыт чувственный, а с другой стороны, всякий чувственный опыт конечен. А это значит, происходит превращение одного в другое. Это просто две стороны опыта, которые Фалис выразил вот так. Он выразил действительные стороны чувственного опыта. С одной стороны, непосредственность, с другой стороны, превращение. Так, теперь поменит непосредственностью согласия на что превращения нет. То есть он согласен с некого рода, что дано неизменное, шаровидное бытие, и нет никакого превращения. Проблема в том, что у Парменида получается так, что две стороны этого опыта сходятся в один тезис. Понимаешь, то есть как бы позиция Фалиса получается, что распадается на два тезиса. Всё есть вода, и всё из воды в воду. И каждый из этих тезисов принципиально важен в данном случае. Это описание двух сторон соотношения мыслимой и чувственной формы. А в Парменида получается так, что рефлексия мысленной формы по поводу чувственной формы приходит к следующему этапу, что мысленная форма сознаёт чувственную именно в качестве формы. И утверждает, что есть вот это вот шаровидное бытие, которое утрачивает совершенно всякую чувственную определённость. Это просто явленность как таковая. Вот если ещё там Фалис с Анаксимандром могли, так сказать, дискутировать, что лучше говорить, вода или Аперон. И там как бы непонятно было, как решать, кто более прав. Потому что что вода не очень точно, что Аперон не очень точно, по одной и той же причине. То есть здесь решение уже найдено. Здесь никакой не Аперон, здесь просто вот сияющее шаровидное бытие. Просто явленность как таковая. Так а вторая-то часть, важно, интересно, что вторая часть-то ещё. Вот, а вторая часть, она просто совпала с этой первой. Получается так. Не, ну у неё же путь истинный, путь мнения. Путь мнения там уже отрицает. Он говорит, что это мнение двухголовцев, что это ошибочное мнение. Ну, понимаешь, как это толковать? Это можно толковать так, что, вот смотри, для Фолеса оба тезиса это части философии. Что всё есть вода и всё из воды в воду. Это оба философские тезисы. Для Парменида, по всей видимости, тезис есть шаровидное светоносное бытие, а всё прочее это не философия. И в этом смысле он говорит о мнениях. И в этом смысле это отвергает. Понимаешь, какая штука? То есть он не... Это не становится частью его собственной мысли. Это всего лишь человеческое заблуждение. Вот точно так же, как люди могут думать, что ведьмы летают на метлах по ночам, и миллионы людей в это могут верить. Но это же не становится частью философии. Я понимаю, но это бросает тень на Фолеса. То есть получается, что Фолес как бы инкорпорировал в свою философию мнения своё. Не, не важно, что мнение. Не важно, что мнение. Критикует Фолес или нет? Получается, критикует, и раз он говорит, что не может быть... Ну, все друг друга критикуют без конца. Гераклит Парменида, Парменид Гераклита, все критикуют Гераклита, все критикуют Парменида и периодически его убивают. Ну, дело житейское. Это как раз никакой не показатель. Когда Парменид говорит, что есть бытие, приходит к идее бытие, то этому можно возразить только одно, что кроме бытия есть небытие. У Фолеса вода и превращение. Это один опыт. А если у нас есть опыт бытия, то расшатать его можно только опытом небытия. А Парменид легко разделывается с этим суждением. Нет, у нас еще есть... Что кроме бытия есть небытие. Само это утверждение, что кроме бытия есть небытие, есть небытие, возможно, только тогда, когда обосновано бытие. Чего у Фолеса нет совсем. Поэтому сказать, что кто-то за кого-то критикует, неправильно. У Фолеса вода, здесь конечное сияющее бытие. Не, ну вопрос множественности. Он никуда не уходит? Почему как бы... Если Фолес прав, что есть только бытие, то проблему множественности, естественно, уходит. Куда она уходит, если она как бы сияет в том, что есть... Он же ведь собирает это бытие, оно же не изначально есть, оно же собрано. Он доказывает, что оно есть. То есть он сначала исходит из того, что есть множественность. Сущая к сущему там... Как бы сущая к сущему там присоединяется, и образует нечто одно. Но множественность вначале была, она никуда не исчезла. Он потом говорит, что это множественность, типа того иллюзия была. Да-то они чувственные люди. Нам мнится, что это так. А на самом деле есть одно. Ну так... У него все-таки движение, а не просто как бы констатация. Нет, подожди, подожди, ты говоришь две взаимоисключающие вещи. Либо единое бытие собирается из какой-то множественности, что на мой взгляд у Парменида вообще не так. Либо это провозглашается просто иллюзией. Сущая склачивается с сущим. Буквально в смысле это тебе из этого. Ну да, да. Там еще, ты тоже цитировал про Мойера и прекрасных богиней, и все такое прочее. Вопрос в том, что мы берем в качестве тезиса. У Парменида, как мне кажется, что отличать его от Фалеса, есть доказательства. Он доказывает, что несмотря на то, что видится многое, есть одно. Это существенно как бы иной способ подхода. То есть чувственная форма нам мнится многим. Допустим, если возникает свое родное соотношение с Фалесом. Фалес говорит, что когда мышление рефлектирует чувствную форму, то возникает множество. А Парменид как бы с ним спорит, говорит, что нет. Что на самом деле это мнимость. Что на самом деле одно. Что на самом деле чувствная форма – это одно. Ну, так и что к чему-то не будет. Ну, это просто, я говорю, что другой подход просто, состоящий в том, что у Фалеса, получается, есть две линии, которые он ведет равнозначно. А Парменид одну эту линию как бы прекращает, доказывая, что эта линия не только мнимость. И остается одна линия – это бесконечное бытие, но в силу рефлексии оно становится конечным. То есть, то самое развернутая вода бесконечная становится просто шаровидным каким-то конечным бытием. А первая линия, она как бы подвергается критике. Почему я говорю, что ваше доказательство? Ну, не знаю, критики, не критики. По-моему, здесь принципиально важно удерживать, что, несмотря на то, что чувственная форма у Парменида совпадает с мыслимой формой, это все-таки два разных аспекта, которые могут и расходиться в дальнейшем развитии мышления. Вот это не то, чтобы он элиминирует одну из частей, одну из этих форм. Мне просто мышление в рефлексии указывает на границы чувствной формы. Что чувствная форма, она ограничена, что она одно, конечное одно. Некого рода шаровидный бытий. То есть само понятие шаровидности указывает, что чувственная форма – нечто конечное. Ну да, да. А у Фалеса это еще не так. Вот о чем я говорю, что у Фалеса чувственная форма – это некая развернутая бесконечность. А конечность у него, он считает, что конечность образована тем способом, что есть некого рода превращение. Но превращение, как бы говорить в споре с Фалесом Парменидом, оно мнится. Что на самом деле изначально форма не бесконечная, а конечная. Если раскладывать как бы соотношение Фалеса и Парменидом, мне кажется, вот так вот получилось. Важно же не то, что сопревращение, есть оно или нет, важно то, какую эту функцию играет в философии. Для Фалеса это форма существования субъективной стороны дела, форма существования мыслимой формы. Для Парменид находят другой способ, соединяя мыслимую и чувственную форму, и тем самым ему не является для него необходимым объяснение вот этой множественности. Я просто хотел сказать, что в чувственной форме есть, мне кажется, два вопроса. Во-первых, вопрос, связанный с ее развернутостью, явленностью, то есть вопрос бытия. И второй вопрос, связанный с ее конечностью. Просто Фалес вопрос конечности решил, вопрос бытия в него, понятно, существует только вода. А вопрос с конечностями решил инаковение. Вот есть инаковение, значит, есть форма, значит, чувственная конечность. А у Парменида и явленность, и конечность формы дано в одном, как вы правильно говорите. Но он критикует, еще раз говорю, Фалеса за то, что тот видит конечность в инаковении. Никакого инаковения нет, это мы не мыслим. Но это понятно после того, как получено бытие, чего у Фалеса нет, поэтому собственно их относить невозможно. У Фалеса нет бытия, поэтому есть инаковение. А если есть бытие, то инаковением будет только небытие. И поэтому Гераклита идет этим путем. Он указывает, что когда мы осознаем свое опосредование, это то есть чувственную форму, как пустую форму, как сторону опыта. Не как форму предмета. Парменида это форма предмета. То есть чувственная форма. У Гераклита чувственная форма – это сторона опыта. Другой стороной, которая является бытие. Такой чувственная форма, взятая как сторона опыта, есть небытие. Не пустая форма, еще раз скажу, чтобы было бы глупостью. А небытие. А значит, расшатывается. Расшатывается, но это еще один шаг, просто рефлексии. После Парменида, возможно, только после Парменида. Сначала Парменид должен был осознать чувственную форму, как форму предмета и зафиксировать бытие. Исходя из этой посылки, отрицать любое изменение. Естественно. А затем Гераклит должен был расшатать уже полученный чувственный опыт. Понять чувственную форму, как сторону опыта, другой стороной, которая является бытие. И назвать эту сторону опыта небытием. Бытие оборачивается небытием. Поэтому верх оборачивается низом, правое оборачивается левым, добродетель оборачивается пороком. Вот. Возникают такие вот оборачивания. То есть, но небытие же не дано предметам. Оно только что делается. И значит, возникает множественность. Тогда возникает множественность уже. Но Гераклит дальше не идет. Он говорит только о том, что верх является низом. Если бытие с другой стороны есть небытие, то, конечно же, правое, с другой стороны левое. И вогнутое, а оно с другой стороны выпуклое. Это прямо вытекает, по-видимому, из того, что бытие есть небытие. Но опыт, возможно, только после того, как применить, сформулировал понятие бытия. Поэтому, опять-таки, критиковать тут некого. Все равно, что критиковать мать родную. Нет, но есть и монетная питья, когда развивающиеся в некоторого рода высказанных там. Ну, как бы логика, да? Вот то, что у Дегеля называется логика. Есть же некомородология разворачивающаяся. Мы же видим, что, как бы, что вот фальс и парменид есть переход в какой-то есть логический. Есть какая-то логика в этом переходе. Да, я пытался ее как раз в эту логику вывести. Вот, и есть логика в переходе от парменида к Гераклиту. Дальше я не смотрел, как от Гераклита перейти. К Платону. Ну, как сначала, к софистам сначала? Ну, можно же к софистам. Бог его знает. Нет, ну если бытие есть, не бытие есть, значит, условно говоря, все позволено. Понимаете, софисты эмпирики. Здесь вписать их в логическое движение, вообще, думаю, немыслимо. Хотя не знаю. Я не работал. Нет, ну, самого сказанного бытия есть. Да, вообще, на столе, слоя, 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 слоя. И если бытие, то можно все что угодно доказать, исходя из этого, искать бытие есть, не бытие. А есть не а, из этого следует все что угодно. Вот вам поролся и софист. Ну, в этом смысле, да. А что касается памяти, Игорь, то я не сумел преодолеть. Оставим. На историю философии немножко поговорим о наших баранах. Что касается памяти, то один пример. Когда подъезжаю под рижер, я взглянул на небеса и воспомнил ваши взоры. У меня получается, получается, по-моему, очень правильно. Имеется субъектно-предикатное отношение небо и синева небо. Затем мы переходим к предикату глаз. А именно синева глаз. Синева глаз такая же, как синева небо. И затем, установив отношение тождества между синевой небо и синевой глаз, от глаз мы сначала берем только предикат. И работаем с отношением предикатов. Уже после установления отношения тождества к предикатам мы переходим к самим глазам. Глаза это не только синева. Глаза и большие, и смеющиеся, и... Наханые. Да, и с большими ресницами. В общем, переходим к глазам. Значит, таким образом, переход от неба, от небес к взорам, от неба к глазам, происходит через установление отношения тождества к предикатам. Небо и глаз. Никакой ассоциации, конечно, не существует, а построение идет вот таким образом. Еще раз, отношение тождества между предикатом синевы неба и предикатом синевы глаз, и от них переход к глазам. Мы можем переход от неба к глазам через установление тождества к предикатам. Это, на мой взгляд, получается. Человек памяти, как бы это все развивать? Потому что это как... В моем тексте это полстранички. Для меня это реальная жизненная проблема. На моем тексте это полстранички, которые никто никогда не заметит. А на самом деле это теория памяти. Ни много, ни мало. Даже теория воображения. Еще полстранички. На самом деле это действительно некоторое совсем неожиданное теория воображения. Это каким-то образом даже представлено как некое самостоятельное исследование, а вроде как и... Я никогда такого не делаю. Потому что строить систему, каждый кирпичик из них можно превратить в самостоятельную теорию, удивить весь психологический мир. Но как-то трудиться, я не знаю как. Придумайте какую-нибудь... Это поприще для потомков. Не, ну там просто... Не заметят, потомков не будет. Не заметят эти полстранички целого текста. Еще чуть-чуть, через две тысячи лет, как какого-нибудь фалеца раскопают. И заметят тогда уже, да. Нет, просто вот что касается памяти, что касается воображения, воображение даже еще вот хуже я представляю положение дел. По поводу памяти просто дикий бардак. То есть есть некоторые совершенно разрозненные соображения разных философов о том, что есть память и как ее анализировать. Ну, правда, у меня есть приятель, который прям-таки докторскую пытается написать по поводу памяти. Ну, там как бы непонятно на что опираться. То есть оно вот как было хаотическим каким-то куском еще во времена Детеля, так оно, в общем, таким хаотическим куском и остается. Там никто, особенно, по-моему, ничего значительного не сделал. Поэтому... Ну, там как бы и ожидается это. Да, но вернемся, вот... Что у меня не получилось? С полем из кафе, как вы заметили. Да. Потому что синевой небес предикат одного из перехода с субъекта в субъект и через строительство предиката. Вот смысл построения. Но в случае с небесами предикат явлен. И только второй предикат к нему, так сказать, пристраивается. А в случае с полем, как вы видно, заметили, есть кафе, я смотрю на кафе, вспоминаю поле. Еще мне в кафе его вспоминаю, просто вспоминаю поле. Вот. И... где предикат, то есть это другая ситуация. Я предложил такой прием, что присутствие... Мое предложение было в этом. Что присутствие поля в кафе есть присущее кафе и присущее полю. А, то есть присутствие выступает таким предикатам. Да, да. Но тогда я сочиняю оба предиката. Кафе присущее то, что поле в кафе, и полю присущее то, что поле в кафе. То есть в этом случае я сочиняю два предиката. Я одного нет. Сочиняю два предиката и установлю то... Опять же, дальше все... все так. Сначала устанавливаю то, что предикатах, а зачем перехожу от кафе субъекта, которому свойственно присутствует поле, к полю, другому субъекту, которому свойственно присуще. Если я прав, но... Первый случай более такой гладкий и понятный. Если я прав, то есть как бы два варианта воспоминания. Либо я придумываю другой предикат, а первый в данном наличии. Либо я придумываю оба предиката. То есть второе воспоминание и соображение? Да. То есть вообще какое-то странное воспоминание, честно сказать. Ну вот я говорю, что первым с небесами у меня все понятно, а с полем... Единственное, что я могу предложить, но у меня нет уверенности, что это... Хотя почему? В другой стороне, может быть, я зря. если я в случае с небесами беру же один из предикатов отдельного субъекта, у меня же... синевых глаз у меня нет. у меня есть синевое небо, они дождеются и ничего нет. Посмотрим вообще ничего нет, да? Как это же есть? Как это же есть? Как так ничего нет? Есть кафе? Какой присущий сказать, что кафе является предикатом по отношению к полю? Нет, кафе-субъект. Кафе никак не предикат. Нет, быть в кафе-предикат. Быть в кафе-предикат, да. Но он не налицо. Синеве небес налицо, предикат синева. И мы придумываем другой предикат только потому, что он тождественен. По синеве глаза и небо тождественны. Не различаются. По синеве не различаются. По всему остальному различаются, а по синеве не различаются. По синеве взоры тождественны небеса. Но это при условии, если синева небес присутствует. А если не присутствует, то приходится говорить что-то такое, действительно немножко странное, что мы предикат приписываем. Сначала приписываем обоим субъектам, а потом устанавливаем тождество предикатом. Не понимаю, здесь есть ошибка или нет. Ошибки никак не взять в ум. Ну все на сегодня.